Доброго времени суток. Вы находитесь на канале Генезис и я рад вас приветствовать уважаемые подписчики и гости этого канала. И в этом видео я расскажу вам про игру, которая буквально захватила меня своим визуалом, атмосферой и сеттингом. Чужой против хищника 3d для платформы брю. Игра о вечном и жестоком противостоянии двух инопланетных форм жизни, каждый из которых максимально жесток и безжалостный, и в центре которого, как правило, оказываются жалкие людишки, которых режут, расстреливают, кромсают, поливают кислотой и которых чужие могут использовать для размножения собственного вида. Но иногда находятся герои, способные дать жесткий отпор. Именно за такого героя мы и будем играть. Перейдем же к самой игре. Игра содержит несколько режимов. Режим в истории, режим выживания и тайм режим. В режиме истории мы начинаем свой нелегкий путь в Антарктике. Нам рассказывают о том, что на станции в Арктике после потери с ней связи была отправлена команда экспертных ученых для изучения инцидента. Игра представляет из себя коридорный тир типа мобильного сталкера, но уровень графики здесь, естественно, выше. Начинаем мы с обучения. Нас учат расстреливать возникающие цели, взрывать бочки, а также дают поиздеваться над несчастным пингвином. Здесь же, ближе к концу локации, мы встречаем первых страшных противников, а именно лицехватов. Лицехваты – отвратительные и мерзкие создания, которые содержат внутри себя яйца чужих. Для того, чтобы выпустить это яйцо в организм носителя, они должны прицепиться к его лицу и хоботком через рот и горло ввести эти яйца. Именно это они и попытаются сделать. Вы можете спихнуть их с головы, нажимая указанные стрелочки, однако ваше здоровье при этом стремительно уменьшается. Чтобы избежать всякого контакта с лицехватами, нужно быстро наводить на них прицел и расстреливать. Пройдя уровень на поверхности, нам показывают кассцену, в которой мы открываем вход в подземное инопланетное сооружение и проникаем туда. Здесь нас снова ждут лицехваты, а также мы встретим первого чужого. Эти особи атакуют лапами и хвостом и, в общем-то, убиваются несложно, но главное не медлить. Как же мерзко эти лицехваты ползают по стенам. С таким визуалом это реально наводит ужас. Согласитесь ведь, игра довольно-таки эффектная и атмосферная. Лицехваты и чужие ждут нас буквально за каждым углом и поворотом, но вовремя стреляя мы сможем их одолеть. По ходу прохождения мы также встретим других выживших ученых, которым мы сможем помочь избежать участия несчастной жертвы. Да, напоминаю, что если не быть расторопным, от окружающих тварей максимально тяжело отбиться. Забыл также сказать, что перед каждым следующим уровнем нам открывается все более лучшее оружие. Третий уровень уже представляет из себя храм, который построен в этом подземном сооружении. Монстров здесь становится еще больше, и нападают они в два раза свирепей. На этой локации мы встретим первых хищников. Атакуют они своими острыми, как бритвы, ножами, способны метать метательные ножи, а также умеют становиться невидимыми на короткий срок. Также они способны переносить довольно-таки много урона, однако умение быстро реагировать и прицельно и вовремя стрелять спасет вас и от них. Точно так же, как от других монстров. Вот такая вот игра, друзья. Интересная, атмосферная и увлекательная. К сожалению, мне не удалось найти видео полного геймплея этой игры. А за это коротенькое видео я благодарен каналу своего товарища KRZone. Ссылочку на этот канал я оставлю в описании. А парень выкладывает на свою страницу, на свой канал игры с платформы Брю, геймплея этих игр. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то не скупись поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики на этом канале. Также по ссылочкам в описании переходи на паблики ВКонтакте, подписывайся. Там выходит все то, что не выходит на основном канале, статьи, обзоры, джава, игры и прочее, прочее, прочее. Также вы можете узнавать новые актуальные новости из жизни канала, а также вообще из жизни паблика и, в общем, дотворений, которые я сам лично делаю. Еще раз всех благодарю за просмотр. Вы были на канале Генезис. Ну, до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok